Главное событие этой недели, это, конечно, встреча нормандской четверки в Париже. Путин, Меркель, Макрон и Зеленский встретились, чтобы обсудить украинские вопросы, что называется, сверить часы. Переговоры длились больше восьми часов и закончились глубокой ночью. Больших прорывов не произошло, их, в общем, никто и не ожидал. Зафиксировано главное. Минские соглашения остаются незыблемым фундаментом для всей дальнейшей работы. И все, подчеркиваю, все участники встречи, включая Зеленского, подписали итоговое коммунике Парижской встречи, в котором это прописано. И это важный момент, к которому сегодня мы еще обязательно вернемся. Ну а другие рэперные точки. Никто не отказывается от особого статуса, который должен получить Донбасс. К середине весны будущего года необходимо развести силы еще в трех точках соприкосновения. И уже в ближайшие две недели до Нового года должен состояться обмен пленными в режиме всех на всех. Федор Иваницин. Со всеми подробностями из Парижа. Попасть в Елисейский дворец в день встречи нормандской четверки оказалось сверхзадачей. Переговоры в Париже на фоне общенациональных акций протеста, опасаясь провокаций, жандармы оцепили резиденцию, выставив несколько кордонов. И все же без инцидента не обошлось. В толпу репортеров, ожидающих прохода, затесались несколько активистов движения «Фемин». Выждав момент, они сорвали себе одежду и начали что-то яростно кричать. Участниц провокации моментально скрутили. В это время кортежи лидеров уже направлялись в Елисейский дворец. По протоколу автомобили должны были останавливаться в некотором отдалении от входа, но Ангела Меркель эти пожелания проигнорировала. Ее доставили к самому порогу резиденции. Владимир Зеленский прибыл на семейном Рено. Последним ко дворцу подъехал Аурус российского лидера. Владимир Путин прибывает в Елисейский дворец. Здесь его встречает рота почетного караула и президент Франции Эммануэль Макрон. Вот смотрите, он ждет его возле входа в Елисейский дворец. Причем, обратите внимание, несмотря на пронизывающий ветер, президент Макрон без пальто в одном пиджаке. Перед началом саммита Путин и Макрон проведут сначала двусторонние переговоры, затем Путин встретится с Меркель и только после этого лидеры вместе с Владимиром Зеленским сядут за один стол переговоров. Для Зеленского эта встреча в нормандском формате первая. Он заметно волнуется и пытается занять кресло Путина, тогда как должен сидеть напротив. После некоторой заминки садится туда, куда нужно, пьет воду, но в итоге выясняется, что все равно не так сел спиной к фотографам. Российский президент подсказывает, как надо. Все переговоры только за закрытыми дверями. Журналистам остается гадать, где лидеры сейчас и как идет процесс. Многие настраиваются на политический марафон, как в Минске, где все продолжалось 17 часов. На всякий случай запасаются водой. То ли журналистов собралось слишком много, то ли французские власти решили провести саммит нормандского формата в максимально закрытом режиме. Но даже на итоговую пресс-конференцию не разрешили брать ни большие, ни маленькие видеокамеры. Приходится пользоваться исключительно мобильным телефоном. В перерывах между заседаниями четверки Владимир Путин и Владимир Зеленский проводят свои первые двусторонние переговоры. Они длились около часа, причем 15 минут общались с глазу на глаз. Первые впечатления от первого лица. Разговор по деловому продолжили за рабочим ужином. Журналисты замечают помощника президента Суркова, который показывает рукой так, как будто что-то пишет. Видимо, речь об итоговом каминете, который все никак не удается согласовать. За широм мы успеваем разглядеть утомленные лица представителей делегаций. Вот уже и президентский Аурус подъехал ко входу в Елисейский дворец, и вот тут же начинают фотографировать местные охранники. Но первым резиденцию покидает глава Медоловров. У него срочная командировка в Вашингтон. Позади 5,5 часов переговоров. Если вкратце, без сверхрезультатов. Но движение есть. Если потепление какое-то, я думаю, что да. Ну а как же. Смотрите, ну, во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Мы сегодня видели, что у нас остались разногласия. Мы никакого чудесного решения сегодня не достигли. Но мы смогли продвинуться вперед. Утверждение итоговой декларации, озаглавленной как немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта. Это в том числе развод сил в трех новых пунктах к концу марта 2020 года, обмен всех на всех уже до конца этого года и поддержка формулы Штайнмайера, предполагающей особый статус Донбасса. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено. А на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации. Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас. Давайте не будем забывать, кто начал войну, кто отдал приказ о захвате Крыма российским спецназам ГРУ, кто отдал приказ о захвате правительственных зданий Украины в Луганске и Донецке в 2014 году. И вот с этим человеком, которого вы видите на своих экранах, ехал договариваться Владимир Александрович. Владимир Александрович! Вы продали, предали Украину! Увы! Украине нужен настоящий патриот своей страны, такой как Дмитру Ярыш или Арсен Борисович Аваков. А не какой актер или же шут Гороховый, каким является и являлся Зеленский. А самый главный патриот России, которого вы опять видите на своих экранах, продолжает захватывать миры. И сейчас захватил нормандский формат. Меркель и Макрон у него в связке. Не говоря уж про Дональда Трампа. Здравствуйте! Это главное с Ольгой Беловой. И украинцы нагло вмешались в ее эфир на телеканале «Звезда». А что хотелось бы мне сам мой Беловый сказать? Так это нечего сидеть на «Звезде». Там есть другие журналисты. Пусть переходят опять-таки к Норкину на НТВ. У них эта пара была крайне забавная. Ну и переходим к новостям. Конечно же, переходим к новостям этой недели. И вот первое, ну не этой неделе, а скорее двух недель. Манипуляции с базой данных антидопинговой лаборатории обернулись беспрецедентными санкциями для российского спорта. 9 декабря исполком ВАДА согласился отстранить российское антидопинговое агентство РУСАДА. В результате чего российские спортсмены потеряли права участвовать на Олимпийских играх и на чемпионатах мира под своими знаменами. Но они могут там выступить, тем не менее, под нейтральным флагом. И конечно же, главная интрига сейчас заключается, пойдет ли FIFA на такие санкции и будут ли наши футболисты, если попадут на чемпионат мира 2022 года в Катаре, выступать под нейтральным флагом в нейтральных майках или нет. Почему я обращаю на это внимание? Потому что FIFA единственная, как говорят украинцы, коррумпированная организация, у которой членов и даже, я бы сказал, яиц больше, чем у все той же ВАДА и МОК. Ну и в футболе, в отличие от других видов спорта, никто на чемпионатах мира еще пока не выступал под нейтральным флагом. В нейтральном статусе. Да, наверное, выступали, но речь шла об олимпийском футбольном турнире, который не котируется в футболе так, как котируется чемпионат мира или даже чемпионат Европы. Так вот, значит... Непонятки также с чемпионатом Европы. Будут ли выступать под нейтральным флагом или же нет? Единственный раз, когда с участием на чемпионате Европы сняли страну, это было в 92-м году, но там сняли Югославию, а в это время в самой Югославии шла война и было уже не до футбола. И тогда, кстати, Дания победила, которая сейчас у нас в соперниках в группе ББ на чемпионате Европы будет. И, кстати, будет решающий матч на групповом этапе именно с датчанами у них в Копенгагене. И вот UEFA, как бы европейский филиал FIFA надавил на ВАДА и все-таки позволил, так оказывается, Дзюбе и компании выступить под своим флагом на Евро 2020. Но то, что позволено в футболе, в других видах спорта, увы, нет. Потому, как было доказано, либеральным расследованием существования в России глобальной манипуляции с допинг-пробами. Эту систему курируют сотрудники ФСБ. В частности, на Олимпиаде Сочи российские спортсмены бухали, а по-другому не скажешь, стероидные коктейли, запрещенные во всех странах мира. А затем их положительные допинг-пробы подменяли над отрицательные сотрудники ФСБ. У нас в стране ФСБ не только со слов латыниной «отжимает бизнес», но и подставляет спортсменов в интересах, конечно же, госбезопасности. В кавычках. А госбезопасность заключается в том, чтобы пустить пыль в глаза иностранцам и выиграть домашнюю Олимпиаду, что и было сделано, хвастаясь перед царем Путиным, что в спорте-то у нас порядок. Хотя без допинга Россия среди членов мог только во второй десятке, что и доказали игры в Ванкувере, которые были до Сочи, и игры в Корее, которые были после Сочи. В России сотрудники ФСБ занимаются подменный допинг-проб, и это подтвердил ни абы кто, ни я, ни Родченков, а министр спорта, хоть он это отрицает, Павел Клопков в письме Ричарду Макларену, который занимается расследованием махинаций с допинг-пробами в России. Сейчас Павел Клопков хорохорится перед журналистами, но у него есть чисто сердечное признание о том, что допингом в России занимаются на Лубянке. В чем сыр-бор конкретно сейчас, в декабре 2019 года? А в том, что стало известно либеральным следствием, что несмотря на то, что база данных российских спортсменов была изъята у Руссада в Адой, там все равно через удаленный доступ проводились махинации, манипуляции и фабрикованная и фабрикация данных с целью создать видимость заговора Григория Рученкова, ибо для шантажа российских спортсменов в обмен на покрывание операций с подменами допинг-проб, то есть российских спортсменов еще и заставляли принимать допинг, а если они не хотели выиграть, а если они наоборот хотели выиграть по-честному, то российские власти их элементарно шантажировали. Вот он какой российский спорт беспрекрас. Россия будет подавать апелляцию, конечно же уже подала, на решение ВАДА российские спортсмены стали действительно жертвами российских властей, российских спецслужб в угоду домашней олимпиаде и чемпионату мира по футболу в России. Российская власть погубила десятки, просто десятки тысяч карьер спортсменов, потому что по-другому наша власть и не может. Она не может победить на честных выборах. И, конечно же, она не может сделать так, чтобы спортсмены тоже честно победили в своих видах спорта. Везде допинг, везде в России махинации, манипуляции, и, я бы даже сказал, кастрации. И не может, причем не важно сейчас или это было в прошлом. Здесь уместно сравнение с боем под Оржевом. Кстати, вышел новый фильм про это дело. Когда советское командование посылало, наверное, гибель сотни бойцов, тысячи, десятки тысяч, чтобы выиграть с битву под Москвой, совсем в другом направлении около Истры. Валентина Матвиенко уже заявила, что надо проводить свою олимпиаду и приглашать других спортсменов из рубежа. Она помнит, конечно же, она помнит, игры доброй воли в СССР в 1984 году. А теперь представьте, что игры доброй воли будут проходить раз в четыре года вместо одного раза, как это было в СССР. Да и у СССР при игр доброй воли в 1984 году, когда они не поехали на олимпиаду в Лос-Анджелесе, за спиной у СССР было полмира. А вот у Российской Федерации за спиной нет никого, кроме Путина и чекистов. И поэтому, даже если Валентина Ивановна и ее коллеги устроят что-то типа подобия олимпиады здесь у нас в стране, то никто элементарно просто не приедет. Потому что все будут заняты либо подготовкой, либо участием в тех самых чемпионатах мира и олимпиадах, от которых отстранены российские спортсмены за то, что им ФСБшники подмешивали допинг. Прямо в еду. Так что в России у Бога воняет допингом. И спортсмены оказались в полной изоляции. Отчего так отрекается наш царь, православный Вован и наш пукан Соловей. И мы много кого из России увидим под флагом Белару... Ну, и мы много кого еще вчерашних спортсведов России увидим под флагами Беларуси и Украины, если их отстранят. Потому что карьеру ведь все равно как-то надо делать. И неважно, в Беларуси или Украине. Ведь в самой России уже сделать это нереально. Из-за санкции ВАДА. Патриотизм российских спортсменов их же и погубил. Россия, даже если ты олимпийский чемпион, и даже если ты это звание завоевал без допинга, всегда тебя предаст. Павел Кулаков всегда тебя предаст. Путин всегда тебя предаст. Руководитель Олимпийского комитета России Жуков, или кто там еще, кто там сейчас, тебя предаст. Поэтому спортсмены будут вынуждены участвовать под флагом Беларуси, Украины, Казахстана и т.д. и т.п. И пора уже самим российским спортсменам показать факт и самому Путину, и ФСБ. Просто сказать публично, телекамерами, что я такой-то, представляю такой-то вид спорта. Но я, в связи с тем, что нас отстранили от Олимпиады и чемпионата мира, и в связи с тем, что оказывается в нашем государстве есть государственная программа по допингу, буду поддерживать честных оппозиционеров на войне. И вот тогда только в таком случае спортсменов под своими знаменами допустят и до Олимпиады, и до чемпионата мира. А в противном случае нет. Спортсменов партия власти активно запихивала в Думу. Мы помним эти года нулевые? Потом, в 2018 году, администрация президента России предлагала им солидные средства из госбюджета за публичную поддержку Владимира Путина на выборах. И вот некоторые спортсмены, как мы знаем, на это клюнули. И вот пришла за это расплата. Расплата пришла их карьерами, их судьбами и их олимпийскими медалями. Так что, так что, уважаемые спортсмены, не надо поддерживать власть. Она вас предаст. Она вас уже предала. Надо поддерживать оппозиционные силы. Я за либеральный спорт. И ВАДА тоже. Спортсмены, вы еще можете повлиять на власть. Помните об этом. ТНТ срочно снял с эфира сериал «Слуга народа». И теперь шутку про Путина и Хубло обсуждают все. И вновь пример жесточайшей, просто жесточайшей цензуры в российских СМИ. Где для тебя даже могут надеть намордник и заставить танцевать под дубку Соловьева и Киселева. Но на сей раз не они антигерои недели, а развлекательный телеканал ТНТ. Тот самый телеканал, где идет худшее телешоу во всем мире. И не по версии автора, а по версии кинопоиска. Это «Дом-2», где там показано во всей красе духовные скрепы, в кавычках, путинского режима. Да. Однако сейчас ТНТ решил бороться за свой имидж и захотел показать шикарнейший украинский, а других в Украине и нет, сериал «Слуга народа», который стал больше, чем сериал. Но халтурщики о ТНТ, то ли в силу своего непрофессионализма, то ли в силу своего оптимизма, не проверили сериал «Слуга народа» на кромолу по поводу нашего царя. В результате всей стране в сериале «Слуга народа» показали сцену про Путина и хубло. Конечно, цензоры от администрации президента Российской Федерации, такое стерпеть никак не могли. И позвонили кому надо на ТНТ, и сериал сняли с эфира. ТНТшники, конечно, кокетливо заявили, что это был пиар-ход показать три серии, а потом заставить платить зрителей за просмотр остальных серий на их платной стриминговой платформе ТНТ Премьер. Но кто реально будет смотреть по платному стриминговому каналу сериал «Слуга народа», когда он в абсолютно легальном доступе, в абсолютно легальном, то есть даже не пиратском, доступен на том же кинопоиске. И его можно абсолютно бесплатно, и даже легально, даже легально, что редко бывает, когда в интернете, посмотреть бесплатно. А весь остальной ТНТшный шлак можно посмотреть у пиратов, либо скачать на торрентах. А лучше вообще не смотреть. Премьер и посмотреть либерально качественный продукт от Нетфликса. Конечно же, я имею в виду сериал «Очень странные дела». Сериал «Леденящие душу Сабрину», Сабрина, сериал «Ривенделл» и другие, но мы все отвлеклись. У нас речь про конкретный сериал. Путиноидам не понравился то, что в умопомрачительном, я это вот настаиваю, украинском сериале по сюжету новому президенту Украина предлагает выбрать себе часы. И обращают внимание на швейцарский бренд «Хаблот», который носит российский президент. И дальше идет шуточка Владимира Александровича Зеленского «Путин хубло», что означает с перевода на литературный русский язык «Путин наглый лжец». И вот, если Сабрина, если Сабрина про это шутил в своем сериале, и он знает прекрасно, что Путин тот еще лжец, если не сказать то самое матное слово, которое говорят про него на Украине, то все равно с ним встретился в нормандском формате. Я это решительно не понимаю. Ну да ладно, пусть это останется на совести Зеленского. И сериал «Слуга народа» намного... намного тоньше в этой запрещенной к показу в России сцене, чем кажется. Дело не в том, что там есть завуалированный мать про Путина, а дело в конкретной этой сцене. Дело в том, что, как известно, Путин подарил эти часы хаблот 10 лет назад киевскому мальчику, сказав, что мечтает о мире между двумя народами, о России и Украине. В итоге такой сейчас мир, в кавычках, между Украиной и Россией, что мама не горюй. Потом Путин и эти же самые часы, ну другие, естественно, но этой же марки, подарил в 2009 году тульскому рабочему, пообещав выполнить все социальные обязательства перед населением России. Потом, правда, 10 лет спустя, он повысил пенсионный возраст, урезал всяческие социальные льготы, ну, например, бесплатный проезд в общественном транспорте, повысил налоги, понизил зарплаты из-за инфляции, и выходит, что реально Путин кудло. Такой юмор в слуге народа, в свободолюбивой Украине, можно выпускать сериалы про своих президентов в широкие массы. В рабской, поганой России художественные фильмы про Путина, ты не найдешь в открытом доступе. Единственный художественный фильм про Путина, который осмелились наши снимать, «Поцелуй не для прессы», он так называется, был не просто везде запрещен, а актеры, которые снимались в этом сериале, были отстранены навсегда от российского кинематографа, в том числе и известный российский актер Алексей Панин. А ведь это, сериал про Путина, там даже какой-то особой крамолы не было. Это даже не была политическая сатира, это всего лишь была мелодрама. Но тем не менее запретили. А членом съемочной группы этого фильма была навсегда закрыта дорога в широкий кинематограф, увы. Так что, что можно на Украине, то категорически нельзя, даже опасно в России. А иначе будет травля, а то и репрессии со стороны Путина и верных ему путиноидов. Но почему же все-таки после на 3 серии сериал «Слуга народа» появился на ТНТ? А вот это самая интересная история в этом контексте. В контексте Зеленский на встрече с Путиным в нормандском формате пролоббировал свой сериал в России. После этого хочется сказать, Владимир Александрович, займитесь уже политикой-то, наконец, а не шоу-бизнесом. Путин, естественно, слышал про этот сериал, но не знал, что там есть крамола про него. И подумал, а почему бы и не разрешить показать сериал на ТНТ? У нас только президент решает, какие сериалы смотреть гражданам, а какие нет в эфирах федерального бесплатного ТВ. Поэтому хороших сериалов там мало сейчас осталось. В основном соловьи да кисели. И Дмитрий Сергеевич Песков, который в силу своей профессии знал, что в слуге народа есть крамола на Путина, тем не менее разрешил россиянам бесплатно на ТНТ посмотреть сериал, дабы в глазах Запада на нормандском формате, когда Путин приехал во Францию, он не выглядел как диктатор и узурпатор народа. Ну а потом, когда нормандский формат закончился, стихли западные софиты, Путин вернулся в Москву, Запад вновь занялся своими проблемами, почему бы взять и не запретить вновь украинский сериал на российском бесплатном ТВ, который разрешили специально под первую встречу Путина с Зеленским. И когда встреча закончилась, сериал вновь запретили в России. Какая же наша власть все-таки лицемерна перед камерами западных СМИ, Песков с Путиным, демократы? А как приедут в Россию, так давай что-нибудь запрещать простому народу. Но все-таки вышел конфуз со слугой народа в России. И если раньше ТНТ показывали свои полно проделки бесплатно, то теперь за их кал вам придется платить на стриминговой платформе ТНТ Премьер в угоду большим членам Газпрома с большими яйцами, которым и принадлежит данный телеканал. И уже пришло время к кварталу 95 снять сериал про российскую действительность и показать все на Украине под названием сказочный про нашего скрипоносца, у которого горит единственный авианосец в Мурманске. И это еще одна новость недели. Но мы ее сейчас не будем обсуждать. На Эхо Москвы найдите. Там конкретно передача Латынина, код доступа от предыдущей субботы. Она конкретно говорит, что случилось с авианосцем Адмиралом Кузнецовым. И кто в этом виноват? Тот, кто играл в хоккей с Путиным. Вот заинтриговал, посмотрите, пожалуйста. Но мы вернемся к своим итогам недели. Так вот. Дальше. Про слугу народу же все сказал. Давай, давай. Естественное убыль населения. Естественное убыль населения россиян в 2020 году станет рекордной за 11 лет. По почетам Росстата и даже мигранты не спасут Россию от вымирания. Ну что ж, я представляю наше правительство, наших министров, депутатов Путина с Медведевой с прекрасной работой в 2019 году. Это все ваша заслуга. Вот сухие цифры статистики. За 2019 год число умерших россиян превысило число родившихся в более чем 300 тысяч человек. То есть, на 300 тысяч человек в России умирают больше людей, чем рождаются. Это, конечно же, высококвалифицированная в кавычках работа нашего Минздрава Скворцовой. Вице-премьеров по соцвопросам Голиковой и Голодец. Дорогие правительственные барышни, вы работаете настолько эффективно, что скоро никого лечить и оказывать соцпомощь не нужно будет никому. Очнитесь, мудаки. Поставленная задача самого президента, горе-резидента по устойчивому росту численности населения России провалена с треском, с помпой. И правительство, как пишет РБК, уже пусть и не на телекамеры, но признало это полной катастрофой. Так, так не признавать надо, а осознать, что все, финиш, скоро управлять, правительстве неким будет. Перекати поле будет на всю Россию. Надо срочно действовать. Но чем озаботено сейчас правительство России, правильно? Приходить ли на работу 31 декабря или не приходить? Эх, вы! в советские времена отдыхали только три дня на Новый год. Первого, второго, ну, максимум третьего декабря, а потом все, на работу к станку. Сейчас пошли уже в полный загул. Вот результат. Сколько там умерло? 300 тысяч россиян, да, за этот год. сейчас в 2019 году новых россиян появилось на свет на 105 тысяч меньше, чем в 2018 году. Сильнее всего рождаемость сократилась в Новгородской области минус 22%, и это крайне символично, ведь город основан в седьмом веке, в восьмом, прошу прощения, в восьмом веке, и это Новгород, колыбель русской цивилизации, и если зачахнет Новгород, великий, конечно, не Мишни, то зачахнет и Россия, естественно, и он уже начинает зачихать, потому что всем правительственным крысам на него начкать. Так, новоиспеченный губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин возглавлял до этого агентство стратегических инициатив России, а как он возглавлял, мы теперь прекрасно видим минус 22 процента населения Великого Новгорода. Это, конечно, вопиющий непрофессионализм его деятельности. А до этого он вообще возглавлял агентство, федеральное агентство стратегических инициатив. И вот эти инициативы его, этого самого Андрея Сергеевича Никитина и других, и привели к неутешительному итогу, что на 105 тысяч человек в России родилось меньше, чем в прошлом году. и сейчас чиновники носятся за роженицами в родом и спрашивают, а почему вы не рожаете двойню, тройню и т.д. и т.п., вместо того, чтобы взять и скостить кредиты им и их семьям. Ну, там, или выдать, наоборот, кредиты под меньший процент. Россияне перестали, ну, россиянки, точнее, перестали рожать троих и даже двоих детей. И никакой материнский капитал, на который надеялся даже сам президент, не помог. Более того, если вы его оформили, то из него вычисляются пособия для пенсионного фонда России. А если вы его потратили на новый дом, скажем, то пособия вам за двоих и более детей вообще не видать, если вы оформили дом на средства материнского капитала. Вот так вот. И это экспертное заключение ведущего экономиста России Никита Кричевского в студии ОТР, который обнаружил вот эти вот факты, из-за которых материнский капитал в России ничего не значит и ничего не решает, потому что из него вычитаются пособия, не прибавляют пенсионный фонд пособия материал, а наоборот вычитают из материнского капитала, как вам, нравится, хотите еще рожать? Нет? Просто вопиющий позор. Голикова тут в этой связи начала оправдываться, естественно, что убыль населения начнет снижаться с 2024 года. С чего вдруг вот вы в правительстве что-то для этого сделаете? Сделали? И не начнет ли смертность и убыль, убыль, точнее убыль, население снижаться, потому что вы в этом году уйдете с должности вице-премьера, а? Вот это хорошая работа, ничего не скажешь. Вот что сами люди говорят, пишет мне некая Татьяна, не надо было повышать пенсионный возраст и налоги. Створит ей некая Ирина, но фамилии я не буду называть, понятно, в целях конспирации. Ирина пишет мне, то есть в месяц никакой банк российский в жизни не даст ипотеку. Все 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 кружки для детей для ее детей абсолютно платные, причем не просто платные, а один кружок для ребенка стоит 5000 рублей. серьезная сумма, это для одного ребенка, и это кружок, то есть это не затраты на его питание и на одежду. Но после такого, после такого, я извиняюсь, кто будет рожать? Конечно. Вы сделаете бесплатные кружки, вы сделаете бесплатные и в детских садах, вы сделаете сами детские сады бесплатные, и тогда будут рожать. А так правильно, конечно, Голикова сголодец уйдет в 2024 году, и рождаемость резко увеличится. Ну, правильно, потому что снижение рождаемости их заслуга. Идем дальше. Что там у нас со временем? Умер бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Я, честно, сомневался, говорить по нему или нет, ведь о покойниках либо хорошо, либо ничего. Но Юлия Латынина напомнила мне вторую часть этой присказки о покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Ну, и как настоящий патриот России Юрий Михайлович, когда еще был жив, отправился лечиться в немецкую клинику, а не в московскую, так как прекрасно знал, какая медицина даже в Москве. Не очень. Вот и отправился за мугот. Но кто, как говорится, не знал, что это будет его последний путь. Юрий Лужков занимал пост мэра с 1992 по 2010 год. В 2010 году Лужкова отстранил Медведев с формулировкой утраты доверия. И в этой связи Медведев как президент принимал более взвешенные решения, нежели Медведев как премьер. В 2010 году я полностью поддержал решение Медведева отстранить Лужкова с поста городоначальника столицы. За что? Давайте разбираться. При Лужкове летом 2009 года в период когда компании коммерческие сталкивались с кризисом компания жены Лужкова Батуриной под названием Интека вдруг неожиданно погасила кредит в банке в размере 27 миллиардов рублей. Одним из источников погашения долгов стала продажа земли. Продажа земельного участка площадью 58 гектар на юго-западе Москвы. Кому Батурина продала участок? Банку правительства Москвы. Который кто возглавлял? Правильно Юрий Михайлович Лужков ее муж. Причем покупка была оплачена за счет кредита банка Москвы Батуриной. В том же 2009 году Лужков ввел в Москве программу по перераспределению осадков, что значительно навредило окружающей среде в столице и области. Окунемся дальше в углу истории. Лето 1990 года Лужков активно вводил в Москве постановление Гавриила Попова о торговле только по паспортам с московской пропиской это еще при СССР и визитными карточками москвича. В результате чего в Москву перестало поступать продовольствие. Да-да пустые полки в Москве 1990 это заслуга Юрия Михайловича Лужкова. А Сергей Нарышкин в 2009 году возглавлял администрацию президента, а сейчас возглавляет службу внешней разведки, так отзывался по поводу Лужкова. Коррупция в Москве при нем достигла невыданных масштабов. Пробки на дорогах, бездумно натыканные здания, подземные парковки все это крайне неэффективное управление городом. При этом, как я могу судить, несмотря на то, что команда Медведева абсолютно права по поводу Лужкова, его роли в усложнении жизни москвича, Путин сохранял хорошие отношения даже после отставки с Лужковым. А иначе, даже после отставки самого Лужкова, понятное дело, ведь до отставки Путина нам еще надо дожить как-никак. москвича. А иначе бы всю чету батульных давно бы уже посадили бы. И это очень печально, ведь если Юрий Михайлович мешал жить и развиваться лишь в Москве, как чиновник, то Путин мешает жить и развиваться России. При Лужкове в Москве, помните, да, была настоящая черкизона, черкизовский рынок, где продавали наркотики, оружие, взрывчатки, в промышленном внимании масштабе. А и где жили террористы, те самые, которые захватывали здания на Дубровке Норд-Ост в 2003 году и подрывали дома в 1999 году. И это в самом центре нашей столицы такое было. Как следствие, да, я уже про это говорил, так, единственное, что положительно сделал Лужков, так это он вел московские надбавки, но тем самым он оторвал столицу от других регионов. Лужков и чета Батуриных были повязаны с мафией. И какой бы плохой и уродливый для вас, для оппозиционеров, сейчас не был бы Собянин, но по сравнению с Юрием Михайловичем, Собянин, просто прогрессивный, ну, просто вообще заслуженный деятель всего на свете. то есть, да, Собянин там, да, и разгонял митинги жестко и все такое, но Собянин хоть развивает реально Москву, да, там сложности с МЦД и т.д. и т.п., но это не сравнить с Юрием Михайловичем. А вот как простой человек, не как чиновник, Юрий Михайлович нравился всем, поэтому он так долго и просидел у власти. Он был, он напрямую общался с народом, даже если народ его не поддерживал. А Собянин общается напрямую с народом только через посредников, через посредников, через ТВЦ или через ОМОН. То есть, еще раз, Юрий Михайлович Лужков был плохим никудышным мэром, но человеком был хорошим. Вот так вот, да, не бывает иногда у нас черное-белого зрения по поводу той или иной личности. Так, значит, да что ж это убери, убери. Так, вот, головорезы. Часто можно услышать от так называемых патриотов России, что мы, русские воины света и добра, сражаемся с абсолютным злом, терроризмом в Сирии и фашизмом на Украине. Но реальность такова. Изуродовали кувалдой, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Вот, что делают сейчас российские бойцы в Сирии и уже в Кремле назвали это полным шоком. А то мы не знаем, что русские делали с врагами. В этом плоде игиловцы даже помягче будут. Вечером 30 июня 2017 в сети появился клип об зверствах российских бойцов над арабами в полуразрушенном промышленном объекте. В ноябре 2019 года история получила продолжение об этом пишет новая газета. Еще появились в открытом доступе три записи зверств, на которых бедному арабу российские солдаты отрезают ножом голову с криками давай давай голову ломай лопатой давай потом крик за ноги подвесим потом подвешенное тело без головы обливают бензином и сжигают приговаривая на чисто русском языке в сирийской пустыне про шашлык из араба и жареные косточки вот она реальность вот они неподдельное известство российских салатов в Сирии и то же самое сейчас происходит на Украине на Донбассе и в Крыму где Россия готовит террористов для подрыва киевского метро и не важно что палачи не из регулярных войск а из той самой пресловутой ЧВК Вагнер хоть они и наемники но все-таки на службе российского государства которое через ЧВК Вагнер жестоко расправляется жестоко расправилась с некто Мухаммедом Тахой Исмаилом Аль-Абдулом известным так же как Хамади и вовсе он не был ИГИЛовцем или террористом наоборот он бежал от войны но его поймали в Шаире провинции Хомс и жестоко расправились над ним как и подавают настоящим российским террористам по угоду главному узлу мира Путину давайте посмотрим эти шокирующие фотографии вот ух ух а вот за ноги подвесили ух но есть лучик света в православном государстве Мухостранско и Зажопинско так Россию называют в либеральных кругах по аналогии с ИГИЛом и этот лучик света как раз новая газета которая провела собственное либеральное расследование и выяснила убийц из России в Сирии правда фамилии их новая газета не назвала но теперь как подобают настоящим журналистам они шантажируют родных и близких российских палачей так что давайте сосредоточимся где преступление произошло это поселок Шаир провинции Комск как я уже говорил там есть место рождения нефти там властвует сирийская госген нефтяная корпорация что-то типа нашей Роснефти и российское ООО Европолис собственниками Европолиса тесно связаны с одиозным предпринимателем и бывшим кремлевским поваром а ныне кремлевским палачом Евгением Пригожиным слушай а ведь я видел его фотки реальный палач который известен ну да как повар Путина руководит Евро финанс полюсом некто Олег Юрокин который неоднократно был замечен в совместных поездках с командиром ЧВК Вагнер Дмитрием Уткиным новая хоть и не назвала фамилии палачей на службе у Путина но назвала их позывные Волк и Памир а Волк это никто иной как сербский наемник Дамир Дамир или Дамир или Дамир Савич то есть Россия который еще зверствовал в Югославии и расплавлялся с боснийскими мусульманами и приехал то же самое действовать приехал то же самое делать в Сирии под покровительством российских войск естественно Россия в Сирии действует как настоящий ИГИЛ собирая наемников под свое крыло со всего мира Украина может повторить судьбу этого Абдулу который стал жертвой России в Сирии так что помни Украина с кем ты сражаешься и за что а вот Зеленский уже про это забыл и вместо обсуждения политики в нормандском формате продвигал свой сериал Слуга народа Ну а подробно про жертвы убийц вы как всегда можете увидеть в новой газете вот вот эти палачи вот эти российские палачи вот на ваших экранах вот они зверства сейчас зверствами в Сирии промышляют так что у нас там со временем 56 минут ух уж эти 56 минут так ладно в час мы не уложимся так все ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи группа археологов и почтоведов США Зеландии и Чили выяснили что древние полинезейцы установили на острове Пасха каменные истуканы поскольку верили в то что статуи помогают сохранить им плодородные земли химический анализ почты возле рану раку вывел в ее составе высокую концентрацию важных для урожая элементов фосфора и кальция что помогло ученым сделать вывод о том что подножье вулкана служило для местных жителей источников не только камня но и плодородных земель необходимых для ведения сельского хозяйства напомню что остров Пасхи одно из самых загадочных мест на земле где 2000 лет назад в 9 году существовала цивилизация полинезийцев рапануй по загадочным причинам она исчезла с острова и говоря о том что ученые раскрыли тайну острова Пасхи наши СМИ конечно же лукавят тайны загадок этого острова немало но вот тому пример по заявлениям ученых вместо того чтобы заниматься земледелием местные жители целый день долобили этих самых несчастных истуканов которые вы видите на своих экранах и вуаля у них получился урожай ну мягко говоря нестыковочка какая-то получается какое-то наглое неприкрытое вранье ученых загадок данного острова еще очень много первые из них а вообще откуда там появились люди твою мать в девятом году а если от острова Пасхи если от острова Пасхи до ближайшей суши целых целых три тысячи километров загадка номер два участники первых экспедиций на остров Пасху с удивлением обнаружили отсутствие кладбищ местных жителей куда пропадали умершие с острова оказалось что их хранили в пещерах но почему их не закапывали в землю не ясно до сих пор загадка номер три острова Пасхи а куда пропали население острова само оно внезапно появилось в девятом веке в девятом году и также внезапно исчезло а кстати великому Новгород появился у нас в России в восьмом веке то есть великий Новгород даже старше чем остров Пасхи и вот такая у него сейчас крайне плохая демографическая ситуация а современные люди на остров Пасхи поселились только в 1722 году еще на острове Пасхи любопытен тот факт что дороги ведущие к острову с вершины вулкана обрывается над океаном и уходит в толщу воды кроме того мало кто знает но на острове Пасхи находится секретная крупнейшая база НАСА НАСА не НАТО а НАСА что позволяет сделать однозначный вывод в связи вкупе с этими фактами что остров Пасхи посещали инопланетные цивилизации и оставили этих истуканов приглядывать за человечеством и собирать информацию так что тайн острова Пасхи вопреки российским СМИ и вопреки ученым еще пруд прудит и их предстоит разгадать вот такая вот минутка науки в нашей сугубо аналитической политической программе идем далее далее самая резонансная тема недели как всегда напоследок значит жуть подгаченной полковник ГРУ и сижавший детей начал скулить в Гатчинском районе Санкт-Петербурга задержали многодетного отца по подозрению в педофилии во время обыска у него в доме нашли внушительный склад оружия отца семейства 46-летнего Андрея Бофта подозревает в том что он в течение нескольких лет насиловал собственную 13-летнюю дочь при этом сама чита Бофта нигде не значится но об этом позже и так в трехэтажном доме в деревенке Химозе проживала семья из 10 человек отец Андрей Бофт и его жена Светлана внутри этого дома была создана настоящая пыточная для детей а им самим запрещалось посещать пределы дома лучших традициях морально и нравственной в кавычках в лучших традициях морального и нравственного в кавычках общества российского на Бофтов настучали в полицию соседка а когда приехала полиция многодетный отец открыл огонь по прохожим из ружья самое интересное что семья Бофтов вела абсолютно затворнический закрытый образ жизни но в госорганы они не обращались и в муниципалитет Гатчинский позже при этом Андрей Бофт не только насиловал своих девочек своих детей но и заставлял их подтягивать физическую подготовку так как в доме был оборудован спортзал кроме того у него нашли не просто там оружие а автоматы и пулеметы Калашникова гранатометы и ПК и персональные компьютеры с хакерскими программами то есть вы понимаете весь набор ГРУшников а вот дальше наши СМИ сделали упор точнее крен что Бофт он же Лоба Лоба Гок или Лободок ну и фамилия такая сложно выговорить был просто обычный сектант и все тут дескать ну они в секте все такие насилуют своих детей хранят оружие стреляют по соседям и т.д. но вопрос так откуда же у него взялось оружие почему не просто оружие а штурмовые винтовки почему же его задержали не АБК то не ОМОН не СОБР не МВД а сотрудники ФСБ которые приехали на место ЧП значит все таки Андрей Бофт был причастен к спецслужбам но вышел из-за из-под их контроля и действительно все накладывается одно на другое мы с вами знаем кого сейчас какой сброд сейчас содержат в ГРУ Петров Баширов еще человек который там то ли в Румынии то ли а в Черногории который там пытался провести госпереворот а этот самый в Берлине некто Сергей С который там это самое убил чеченца ну в общем эти все люди обычные киллеры обычные наемники а не кадровые разведчики почему почему в ГРУ недостаток с кадрами мы не знаем все засекречено за семью печатями но видно действительно хороших кадровых разведчиков уж явно не хватает в ГРУ поэтому туда набирают всякий сброд мне в этой истории понятно лишь то что менты СОПР ОМОН обосрались и не смогли обезвредить одного пусть даже и вооруженного человека и им пришлось вызывать сотрудников ФСБ и кстати говоря то что БОФТ и ЧИТО БОФТов нигде не числилось в госорган это как раз таки лишний раз свидетельствует о том что все таки БОФТ был причастен к российским спецслужиям то ли к ГРУ то ли к ФСБ ну в общем так или иначе был причастен а иначе давно бы уже зарегистрировались конечно же но этого самого вышедшего из под контроля сотрудника российских спецслужб у которого 10 детей не смогли обезвредить обычный ОМОН ну так обычный СОБР ну так какой от них тогда тот своей дочери зверства в ее адрес Андрей БОФТ объяснял необходимостью православных обычной что конечно же не так ну нигде в православии не записано что дочь должны насиловать но доблестные РПЦ и ее священнослужители закрыли на это глаза а ну как вам нравится потому что батюшки видели в семье БОФТов ничто иное как источник дохода ой то есть пожертвований на храм как мы знаем все чекисты неважно ГРУ СВР или ФСБ довольно набожный народ в силу своей профессии в силу риска своей профессии точнее и вот наша федеральная СМИ начали эту версию мусолить типа Андрей БОФТ 46-летний житель Ленобласти поехал кухой на почве веры но кто-то же БОФТу все-таки поставил оружие и штурмовые вертовки он же где-то их взял и в этой истории настоящему гражданскому обществу и СМИ должно быть не столько интересно как он свою дочь насиловал пусть с этим эксперты следственного комитета разбираются а то является ли он реально или являлся ли он реально сотрудником спецслужб или же нет и если да то почему наше государство обучает профессионально насиловать и стязать детей своим своими же почему наше государство берет на службу тех кто истязает своих собственных детей причем на службу возможно даже и за границ вот что должно быть интересно то есть грубо говоря почему в ГРУ в ФСБ берут всякий сброд и вот это должно быть то есть общество должно интересовать являлся ли бог сотрудникам спецслужб или сотрудникам чиновникам российского государства например полицейским и почему он прошел все понятно почему за взятку но тем не менее почему он прошел все психиатрические экспертизы до этого почему он сменил фамилию а не само изнасилование как факт и не то что он съехал кухухой на почве религии вот такие вот главные новости на сегодня на следующей неделе я планирую уже подвести итоги года всего хорошего о беловой чмоке чмоке пока